В Сургуте строительство еще одного здания для станции скорой помощи начнут уже в этом году. В нем будут работать 20 врачебных и фельдшерских бригад. Они возьмут на себя вызовы из восточной части муниципалитета. Подробнее расскажет Елена Каткова. Что случилось? В оперативном центре Сургутской станции скорой помощи всегда шумно. Фельдшеры расспрашивают о состоянии здоровья обратившихся. В небольшом помещении до пандемии в сутки обрабатывали примерно 450 вызовов. Сейчас в четыре раза больше. Сюда поступают звонки из единого медицинского округа. А в него помимо Сургута входят поселения Сургутского района и Коголым. Необходимость увеличения площадей, увеличения размеров здания давно уже назрела. Особенно у нас нуждаемся мы в расширении оперативного отдела. Также для медицинских работников, для персонала, это врачи. Вчера скорой медицинской помощи требуется у нас, отсутствует гардероб. Отсутствуют отдельные места для отдыха, отдельные места для работы с компьютером. В комнате площадью 25 квадратных метров могут одновременно работать до 20 человек. Подобная ситуация еще в двух подстанциях скорой помощи на улице Толстого и Комсомольском проспекте. Здесь в период пересминки нас много, стесненные условия. Мы вынуждены и работать на компьютерах, и корректировать свои карты, и в то же время отдыхать. То есть большое очень скопление народа. Скоро эта проблема должна решиться. В Сургуте в этом году начнется строительство здания для скорой помощи. Его стоимость составит свыше 370 миллионов рублей. Сейчас идут проектно-изыскательские работы. Сегодня уже мы практически согласовали все проектно-документацию, где у нас уже площадь нашей подстанции, которая будет рассчитана на 20 бригад. Мы очень надеемся и очень рады, что все-таки начнется в 2002 году строительно-монтажные работы. Новое здание построят на территории медицинского кластера в 31-м А микрорайоне. Оно сможет вместить больше сотни сотрудников. Планируется, что эта подстанция будет обслуживать восточную часть города. Медицинское учреждение сможет принимать более 60 тысяч вызовов в год. Прежние площади на проспекте Комсомольском передадут окружному департаменту здравоохранения. Остальные два на профсоюзов и Толстого останутся в структуре учреждения. Станцию скорой медицинской помощи планируют ввести в эксплуатацию через два года. Елена Каткова, Рашид Латыпов, Вести Югория, Сургут.